Никита Демидович Антуфьев, более известный как Никита Демидов, родился в Туле 5 апреля 1656 года. Именно его труды по организации горнозаводского дела в Туле и на Урале позволили заложить основы огромной промышленной империи. Унаследовав от отца кузнечную мастерскую, он обратил на себя внимание Петра Великого во время одного из проездов его через Туле. О встрече Никиты с Петром ходит немало легенд. Например, рассказывают, что Петр отдал Демидову для починки заграничный пистолет. Ощупывая диковинку, кузнец похвастался, что русские могут сделать ничуть не хуже, за что получил от государя пощечину и нагоняй. «Сперва сделай, мошенник, а потом хвались». Никита в долгу не остался и тут же ответил. «А ты, царь, сперва узнай, а потом дерись». Между прочим, починил он заморскую штуковину великолепно. В 1696 году он построил под Тулой свой первый чугуноплавильный завод и начал поставлять в пушкарный приказ воинские снаряды за 12 копеек спуда, в то время как другие заводчики брали по 25 копеек. В отличие от других купцов, заботившихся о сиюминутной выгоде, дальновидный Демидов сознательно шел на уступки. Впоследствии это с лихвой окупилось за счет расширения деятельности. Так, в награду за услуги Петр I велел в 1701 году отмежевать в собственность Никите лежащие около Тулы стрелецкие земли и предоставить ему исключительное право добывать там руду и рубить лес. В 1700 году Никита Демидов представил царю шесть ружей собственного изготовления. Царь, оставшись довольным работой Демидова, подарил ему 100 рублей, а для расширения дела приказал отвезти для Никиты в 12 верстах от Тулы несколько десятин земли. Как только Никите разрешили покупать крестьян и земли в округе, вышел царский указ, по которому его производство почти лишали топлива, ибо лес должен был идти только на корабли. Но Демидов, прикинувшись в конец обездоленным, попросил себе завода на Урале. Уральские горы до середины 17 века оставались девственными. Первый чугуноплавильный завод был построен казной в 1640 году. Но на казенных предприятиях дела шли плохо. Никита обратился в сибирский приказ с просьбой разрешить ему разрабатывать руду на казенных Невьянских заводах. И 4 марта 1702 года вышел именной указ о передаче Никите Демидову Невьянского железного завода на реках Неве и Тагиле с громадными лесами, землями и горой Магнитной. Таких заводов не только в Швеции, но и во всей Европе не обретается. Так было записано о нем в указе Берхколлегии, ведавшей горным делом в России. А Швеция в 18 веке, как известно, была крупнейшим производителем металла в мире. Это был первый случай передачи в частные руки казенных металлургических предприятий и предоставления промышленникам особых привилегий. Демидов обязался в течение пяти лет платить в казну железом сумму, потраченную казной на устройство этих заводов, но с долгом рассчитался за три года. В том же 1702 году Никите Демидову была дана память, устанавливающая обязанности промышленника. Большое место в этом наказе отводилось к содержанию заводских лесов, дабы их не опустошать и остановку заводу не чинить. А также предписывалось содержать деткам школы, а больным больницы. А вина и никакого пьяного питья отнюдь на заводах не держать. А пьяных без пощады всякими наказаниями смирять и на плутов наковывать цепи. Демидов добивался от правительства льготы за льготой. Его освободили от разорительного постоя войска. Он беспошленно провозил железо, предназначавшееся казне. В своей области Никита стал крупнейшим монополистом. Уральские домные сразу же начали давать чугуна в 2-3 раза больше, чем тульские. Во время войны со Швецией в 1700-1721 годы Невьянские заводы снабжали оружием артиллерию. В 1721 году Никита Демидов основал медноплавильный верхнетурский завод и чугунноплавильные заводы. В 1725 году Нижний Тагийский, а в следующем Нижний Лайский. Открывая новые предприятия, Никита расширял производство из своих старых заводов. По мере развития производства росло и богатство Демидова. В 1715 году бывший крестьянин, кузнец Демидов был уже настолько богат, что поднес государыне в подарок по случаю рождения ее наследника, кроме золотых сибирских вещей, 100 тысяч рублей, сумму его ежегодного дохода к концу жизни. Нуждаясь в рабочих, Демидов, вопреки запретам Берг-Коллегии, переманил к себе из казенных заводов лучших рабочих, принимал шведских пленных, знавших чугунноплавильное дело, и укрывал мастеровых и крестьян, убегавших с казенных земель. Медную руду, в которой иногда испытывал недостаток, копал без разрушения правительства. Все это послужило поводом для конфликта с капитаном Татищевым, который, осмотрев по поручению Берг-Коллегии и казенные другие заводы, донес государю, что заводы Демидова пользовались большими льготами, чем другими. Никита, в свою очередь, обвинил ревизора во взяточничестве. И хотя Татищев был признан невиновным, жалоба Демидова, однако, помешала его назначению начальником горных заводов на Урале. Петр I, лично знавший Никиту Демидова, пожаловал в 1719 году предприимчиво заводчиков в царские комиссары, что давало ему право на строительство медных и железных заводов за свой счет. Чин комиссара возводил Никиту Демидовича в ранг государственного должностного лица. В его обязанности входило осуществление надзора за действующими заводами и организация строительства новых. Теперь он выходил из-под опеки местных властей. В 1720 году полуграмотный Никита, он всегда просил расписаться за себя приказчика либо сыновей, был возведен в потомственное дворянство под фамилией Демидов. А в 1722 году царь Петр прислал ему свой портрет. Скромный заводчик решительно отказался от предложенных ему царем чинов и орденов и с колебанием принял дворянское достоинство. Василий Татищев говорил, Уже первые шаги Демидова на промышленном поприще показали, что этот человек умело совмещал собственные и государственные интересы. Современники писали о Демидове как о сильной и сложной натуре. Будучи талантливым организатором производства, он во всем любил порядок. При нем на Урале были проложены образцовые дороги, одни из лучших в Европе, и введено техническое обучение рабочих. Демидов был и тонким политиком, умевшим находить подходы к высшим сановникам. Умер предприниматель в возрасте 69 лет, 17 ноября 1725 года, и был погребен в Туле. Вскоре после революционных событий 1917 года все промышленные предприятия акционерного общества Нижнетагильских заводов и рудников наследников Демидова были национализированы. Более чем двухвековое господство династии Демидовых над уральскими заводами закончилось. Редактор субтитров А.Семкин